Барнауле Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Для этого необходимо снести столетние здания. Сейчас в одном из строений, бывшем флигеле, демонтированы почти все окна и рабочие начали разбирать крышу. Историк и общественник Данил Диксерев со своими коллегами по-прежнему намерен подать в Алтай охранкультуру заявку о возвращении усадьбе статуса памятника. Правда, ждать ответа придется до 30 дней, а за это время здания, по мнению историка, могут полностью снести. Я считаю, что шанс в любом случае есть, потому что если документы не подать, то шанса не будет в принципе. Другое дело, что, конечно, 30 дней это максимальный срок, и при наличии доброй воли Алтай охранкультуры этот срок может и сократиться. Общественники пообещали сделать все возможное для защиты этих зданий. Между тем, история уже вышла на федеральный уровень. О предстоящем сносе написал известный блогер и специалист по городской среде Илья Варламов. Ну а мы продолжим выпуск. Еще трое жителей края заболели корью. Эту информацию подтвердили в Роспотребнадзоре. Все заразившиеся взрослые люди вирус они подхватили в Московской области. Напомним, что кори – это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. В прошлом году в крае было официально зафиксировано 8 случаев кори. Тогда и сейчас все заболевшие были не привиты. Врачи напоминают, вакцинация – единственный способ уберечь себя от этой болезни. А сейчас к новостям из мира спорта. Барнаульская спортсменка Инесса Цыганкова вошла в сборную страны по восточному боевому единоборству. Девушка удачно выступила на первенстве России в дисциплине «Сютокан». Среди тысяч спортсменов из 40 регионов у нас золото и бронза. За открытой тренировкой призера наблюдал Александр Захаров. Вот так барнаульская спортсменка Инесса Цыганкова завоевала первое место на первенстве страны в «Сютокан» в свете девушек до 16 лет. «Сютокан» – это стиль японского каратэ, требующий большой физической силы и выносливости. Но самое главное – правильная техника и тактика. Любимый прием Инессы – встречный удар рукой. Ее успехи и навыки позволили получить вызов в сборную России. «Некоторые были довольно простые, потому что действовала по установке тренера, и все довольно получалось. Но в финале или в фоллофинале было сложно, потому что уже гонка шла не за то, чтобы выйти из группы, а занять место, подтвердить место в сборную. Когда была маленькая, всегда хотела быть в сборной. Как бы это очень круто же. А когда уже доходишь до этого и тебя зовут, я не верю, честно, до конца, что я уже там». Кстати, Инессе чудом удалось избежать перелома носа в финальной схватке. Уж слишком эмоционально повела себя соперница. «В финальном поединке у Инессы в 16 лет в работе со спортсменкой из Москвы, чемпионкой Европы прошлого года, и по Кумитой Пакатва, да, очень сильная девочка, Инесса ее выигрывала по очкам. Оставалось 6 секунд, и в конце Инесса ее встретила на атаке. И спортсменка, пропустив встречный удар, после него нанесла травму в нос. Нам повезло, перелома не было, но крови сдали много. Крови сдали много, кимоно, отстирались трудом». В Алтайском крае этим стилем карате занимаются полторы тысячи человек. В основном это ребята из Барнаула, Бийска и Заринска. По словам тренеров, наш регион в этом виде спорта занимает лидирующие позиции. Ну а Инесса Цыганкова в мае этого года будет выступать за сборную России на первенстве Европы в Чехии. А в сентябре поедет на чемпионат мира в Португалию. Александр Захаров, Александр Антропов. Наши новости. А сейчас о погоде. Спонсор прогноза компания «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. В Крысе сохраняются минусовые температуры. Холоднее всего в Кулынде и Славгороде. Там минус 6 на градус теплее. В Рубцовске и Каменааби. В Барнауле возможен снег днем до минус 4. Телефон редакции 722-440. У меня на данный момент все новости. Очередной выпуск нашей программы уже вечером. До встречи.